792 ветераны Великой Шыной войны на сегодня живут в Обрезской области. Это люди, которым довелось со сброей в руках взмогаться за свободу и независимость нашей родины. И сегодня на шатке говорят им великое дякую за мягчимость жить под мирным небом. Назва акции «Чистый двор» довольно умовная, потому что она включает в себя не только наведение парадки на подворках ветеранов, а и шмат иншей работы по допомогу этим людям. Что особливо важно на передаче святкования 75-й годовины вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников, лечить организаторы. Комитетом по труду, занятости и социальной защите было принято решение о проведении областной акции под названием «Чистый двор». Эта акция проводится силами работников территориальных центров социального обслуживания населения области в период с 8 по 30 апреля. У Шарнавшинском сельском совете на сегодня проживают два ветерана Великой Отшины. Один из них – Иван Михальцов. У свои 92 годы Иван Константинович еще на память читает поэму Александра Твардовского «Василь Цюркин» и навык сам складает короткие верши. Я сон постирал в мраке ночной, лишь только глаза закрываю, любовь свою вижу в руках палачей и кровь свои губы кусаю. Корейбо услышать команду в бой и идти в смертельную схватку. Только в 1950-м годе Иван Константинович был демобилизован из армии. В мирном жизни работал в Севастополе на судобудовничном предприемстве. Потом переехал на Брешину. У ветерана есть дети, которые, конечно, клопаются за прабатьку, но и допомога мясцовой, выполняющей улады, не бывает лишней. Решили забор в хорошем состоянии, но все-таки решили 9 мая обновить полностью забор, покрасить, почистить, чтобы красочное 9 мая с приподнятым настроением. Ветеранты Лумарея Максимук. От таких людей на сегодняшней области 1728 человек попросило копьёй допомогли навести парадок на подворку. Эту работу узели на себе супрацовники Территориального центра социального обслугования насельства Ленинского района. Территориальный центр социального обслуживания наследования мониторит всех ветеранов и лиц, которые пострадали от войны. Всех мы посещаем, никого не оставляем без внимания и заботы. И самых нуждающихся одиноких ветеранов, либо одиноко проживающих частное подворье мы посещаем и спрашиваем, чем мы можем помочь ветеранам. К Марии Андреевне мы обратились, и она попросила нас убрать территорию придомовую, а также помочь ей благоустроить и лавочку поменять. Клопот прав ветеранов, поколенный разомстами, а гульный обовязок и не только до переда дни 9 мая. Юрий Петвер, Улазимир Казаков, Телерадо, компания, Брест.